Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Сегодня наша программа несколько необычна, но от этого она не менее любопытна, потому что мы сегодня поговорим об эзотерических верованиях и связях, мистических связях, математических цифр и состоянием души и здоровья человека, что косвенно или прямо влияет на качество жизни человека. И я с удовольствием хочу представить собеседника в нашей сегодняшней передаче. Это представитель и пропагандист нумерологии Питер Джойс. И сегодня нашу беседу будет сопровождать и помогать нам в общении Антонина Иванникова, переводчик. Питер, позвольте вас спросить, вы не первый раз в Украине. Какое у вас впечатление, собственно говоря, о нашей стране? В нескольких словах. В Украине это уже не первый раз. Первый он приехал в 2012 году. Он очень любит наши улицы, любит гулять здесь. Иногда даже представляет себе, что это как Англия, а потом, что очень благородный город, ему очень нравится. Питер, тогда еще такой вопрос, как бы продолжая наше с вами знакомство и телезрителям, хочу представить вас не только как специалиста, но и как человека. Скажите, пожалуйста, вот у нас такое представление, что англичане чопорны обязательны. И это связано с тем, что они живут на острове обособлено, да, хотя до материка рукой подать. А скажите, на ваш взгляд, чем отличаются мы, украинцы, от англичан? Многие люди ориентируются больше на свою точку зрения. Очень много людей являются, у них родина Англия, но они не нашли место себе там, потому что не всегда новые идеи какие-то хорошие принимаются там. Есть люди, которые, выезжая уже из Англии, прославлялись за границей, и тогда уже их изобретения, их идеи признавались. Питер, скажите, пожалуйста, вот нумерология, которой вы занимаетесь, это все-таки наука, это мистика? Как можно соединить математику с философией? И какое прикладное значение может иметь для человека вообще, и для медиков в частности, раз уж мы с вами находимся в рамках передачи о медицине? Прежде всего, нумерология является наукой, потому что она произошла из давних времен. Пифагор сказал, что все можно в этом мире объяснить числами, что все может быть с ключом, то есть определенным. Мы можем при помощи нумерологии сделать определенные выводы и понять, как себя ведет человек, понять, как он будет вести себя в определенных ситуациях, как он себя будет чувствовать, определить некоторые нюансы в жизни человека. То есть вы хотите сказать, что нумерология позволяет не только проанализировать прошлое, но и как бы предсказать будущее человека? Проводилась презентация для участников, членов группы, 35 человек было в Германии. Все они слушали, они, был переводчик, они очень внимательно все прослушали, и люди подошли и сказали, вот некоторые убедились в том, что все, что сказал Питер, они все это знали о себе. Но теперь они поняли, как именно это работает в их природе, то есть в их жизни какую роль это играет. Теперь давайте вернемся все-таки к медицине. Прикладное значение вашего направления в науке, как вы теперь определили, вот для медицины, где оно может находить место? Прежде всего, нашу жизнь можно поделить на периоды, самые основные периоды четыре. Первый мы вычисляем по дате рождения, по дню рождения. Второй, исходя из месяца рождения. Третий, год рождения. И четвертый, общее число. Каждый период имеет свои собственные характеристики. Мы их можем получить, исходя из каждого числа, естественно, опять-таки. И подчеркивается, каждый период подчеркивает определенную часть тела, область нашего тела, с которой могут происходить какие-то проблемы. Мы можем заранее узнать, какие соли стоит принимать для того, чтобы избежать этих проблем. Это все доказано на уровне анализа крови, на уровне этих 12 солей, которые содержатся в человеческом организме, и которые работают в общей системе. Другими словами, вы хотите сказать, что нумерология и вот те концепции, которые вы, собственно говоря, пропагандируете, позволяют поставить диагноз? Так я понимаю? Потому что, когда вы говорите о солевом составе крови, и как его нужно восполнить, это значит, нужно иметь представление уже о каком-то заболевании? Итак, у нас есть астрологические часы, на них существует диаграмма. У каждого человека, каждому числу соответствует определенный знак зодиака и определенная стихия. Это огонь, земля, воздух и вода. Исходя из этих элементов, мы уже можем определить уровень понимания человека. Люди с общими элементами легко находят общий язык и меньше расходятся во мнениях. И также это имеет влияние на медицинскую точку зрения. На астрологических часах есть желтая диаграмма. Она указывает на уровень энергии на протяжении жизни. Все зависит от того, какой знак зодиака. Например, самый высший уровень энергии у овна, а найнижший у рыб. И, например, если у человека встречается вот этот вот уровень, низкий уровень жизненной энергии, то можно быть просто уже готовым к тому, что будут проблемы. Некоторые люди приходят к врачу и говорят, вот у меня проблема, у меня нет жизненной силы. Не всегда доктор может помочь в этом, потому что уже на самом деле вот так повернулась жизнь. Да, просто надо заранее готовиться к этому и держать себя всегда в форме, чтобы было меньше проблем. Питер, еще такой вопрос. Ну вот согласитесь сами, какая бы ни была математическая задача, что ли, поставлена, или на основании этого вы что-то определяете, да? Тем не менее, я хочу сказать, что это все равно эмпирически относится к человеку, правильно? Мы же испытываем, или, вернее, находимся под влиянием доказательной медицины, когда на основании определенных объективных исследований, часто это инновационные системы диагностические, да, они нам дают представление. Исходя из вашей теории, скажите, пожалуйста, в 21 веке, может быть, там, ну, чуть-чуть подальше, может быть, не нужны будут компьютерные томографы, ультразвуковые диагностические системы, а может быть, мы только на основании формул будем ставить диагноз и лечить больных? Скажите, пожалуйста. Он не может смотреть в будущее, он говорит, что, возможно, будут еще какие-то определенные интересные технологии, которые могут помогать нам выздоравливать скорее и качественнее лечить людей. Но еще хочется упомянуть то, что данный график, он имеет также прикладное свойство для некоторых степени гинекологов, потому что он также характеризует цикл, который начинается и заканчивается. Для женщин это очень важно, и многие врачи при определенных сбоях гормональных прописывают железо, потому что они считают, что железо поможет. На самом деле железо – это и есть соль для рыб, для последнего этапа цикла, но они забывают о том, что следующая соль, которая характеризует начало цикла, она именно заставляет двигаться, работать железо. То есть недостаточно одной соли, иногда надо другую соль использовать, чтобы активировать предыдущую, потому что они работают в общей системе. Простите, а говоря о солях, вы подразумеваете это микроэлементы? Прежде всего, он хочет сказать о том, что существует в медицине 12 солей, шуслира, которые соответствуют микроэлементам, которые содержатся в крови. И также существует 12 месяцев, поэтому есть такое предположение, что каждому месяцу соответствует определенная соль. И каждому знаку зодиака соответствует определенная область тела, которой можно в каких-то непонятных ситуациях искать, возможно, ответ на вопрос. То есть это как бы еще помогает нам обратить внимание, более внимательно исследовать определенные зоны. И также на основе этих солей можно не искать диагноз, например, в некоторых случаях. Врачи не всегда могут это сделать, но комплекс солей, то есть полный цикл, он будет работать для человека так, что он будет возвращать ему жизненную силу, энергию и заставлять работать, скажем так, определенные органы, у которых могут быть проблемы. Питер, исходя из ваших таких веяний, я нахожусь в начале цикла астрологического календаря. Мне повезло? На протяжении 20 лет он изучает уже эту концепцию, и он использует эти соли в качестве поддержания своего иммунитета, своего организма. И, например, в осеннее и зимнее время, когда многие испытывают проблемы с иммунитетом, они болеют, у него никогда не бывает простуды. Поэтому очень важно именно концентрироваться на том, чтобы был баланс солей, тогда уже можно ориентироваться, повезло или не повезло. Простите, провокационный вопрос. Эти соли – это ближе к гомеопатии или это к БАДам, биологически активным добавкам? Ошибка гомеопатов в том, что они используют, да, эти соли, но они ориентируются на то, что человек имеет один знак зодиака. А на самом деле, по теории Пифагора, исходя из нумерологии, у человека может быть от одного до четырёх знаков зодиака. У них более стандартный подход, а в нумерологии смотрят на человека как более разногранную личность. То есть у человека может быть уже не одна характеристика, а от одной до четырёх. И уже, соответственно, разные элементы могут быть. И обязательно, обязательно использовать это всё в комплексе, потому что если мы… оно работает как цепь. Питер приводит пример велосипедной цепи. Если одно звено убрать, то ничего работать не будет. То есть оно всё взаимосвязано. Хорошо, Питер, а тогда что? Существуют препараты, содержащие эти соли, разные для всех видов. Есть такое у вас? Чем вы пользуетесь-то? Вот для коррекции? Соли эти продаются в аптеках. Это гомеопатические препараты. Соли Шуцлера называются. Есть 12 соли Шуцлера, как уже говорили. Но проблема немного в том, что есть разные дозировки. Прописана дозировка обычно стандартная, одна-две таблетки в день и, по-моему, до шести таблеток. Но всё зависит от того, как чувствует себя человек. То есть если это просто для поддержания здоровья, то это да. Для профилактики это одна доза, для лечения проблемы уже определённая. Это другая доза. Исходя из того, какие числа подчёркивает дата рождения и какие области, зоны нашего организма. Уже определяется дозировка и какие, собственно, соли. Вот я в самом начале сказал, ну, может быть, это ложное моё представление, что это какое-то мистическое представление о связях цифр и состояние души человека и здоровья человека. Мне кажется, вот то, что вы говорите, оно как-то даже убеждает в том, что я ошибаюсь, что мистики здесь, в общем-то, и нет. В 1880-х годах были исследования, и один немецкий доктор, он сделал своё изучение, скажем так, относительно этой темы, и предложил такую мысль, что если у человека появляется какое-то заболевание, это проявляется недостаток определённой цепочки, то есть определённого элемента в организме. И это меняет всю суть лечения, скажем так. Но это было личное исследование, и, возможно, ему удивили недостаточно внимания, возможно, оно не так далеко прошло. Мне остаётся вам сказать огромное спасибо, Питер, и напомнить, что сегодня перед вами выступали Питер Джойс, и помогала в этом непосредственно Антонина Иванникова. А с вами, прежде чем попрощаться, я хочу сказать следующее. Может быть, в своей врачебной практике вы не станете применять эти методики, но, во всяком случае, ваше мировоззрение благодаря сегодняшней нашей программе немножечко расширилось, и вы будете иметь представление, что такое нумерология, и не игнорировать значимость цифровых каких-то наших величин, и как они влияют, собственно говоря, на нашу жизнь, наше настроение, наше состояние и так далее. И поэтому я хочу вам пожелать всего самого доброго, не болейте и верьте в нумерологию, она может пригодиться. С вами был доктор Зайцев. Редактор субтитров А.Семкин